Доброго утречка! Сегодняшняя прогулка начинает с такого красивого рыжего кота. Классный кот, правда? Мне нравятся всякие рыжие, полосатые, в пятнышки, в крапинке. В общем, такие дикие коты. А мы идем с вами сегодня пополнять просьбу одной моей подписчице прогуляться по одному месту, району, который, наверное, связан у нее как-то с детством, с юностью. И, по крайней мере, с какими-то приятными, надеюсь, воспоминаниями. Это будет первая линия Иммантас. Ну и заодно схожу в магазинчик книжный, потому что она ничего не покупала, не читала. Может, что-то найду для себя. Периодически меня просят погулять по каким-то местам важным и памятным для тех, кто когда-то жил в Риге. По возможности стараюсь это сделать. Не всегда получается. У меня есть ряд невыполненных заказов. Ну, вот так складывается обстоятельство, что я мало выбираюсь из своего района, а нужная улица сегодня, она как раз находится в моем районе. И я сама понимаю, как это важно для людей, потому что я сама такой очень ностальгический человек. Я люблю гулять по тем местам, где прошла моя юность, мое детство. Поэтому сегодня у нас ностальгическая прогулка. Здесь у нас Ригасилтумс, а там дальше раньше был вход на завод светотехники. Сейчас его уже давным-давно не существует, но, может быть, эти места тоже кто-то опознает. Это улица Мазакандавас, Малая Кандавас. Мы немножко по ней пройдем и выйдем на велодорожку. Сегодняшняя прогулка еще навеяна встречей с одной моей подписчицей, которая передавала духи. Она тоже жила в моем районе. Она мне рассказывала, как там было раньше. И было интересно послушать, потому что я в возрасте 5 лет в этом районе поселилась. И с того времени я не так много помню, кстати говоря. Что-то сегодня здесь машины разъездились. Я даже машин стесняюсь. Не представляю, что там думают сидящие за рулем. Когда видят меня с фотоаппаратом, направленным практически на них. Может быть, они думают, что я их снимаю. Я еще хочу догулять побольше шажков. Вот сейчас у меня уже столько нагулено с утра. Хочу хотя бы 1011. И здесь уже начинается велодорожка, поэтому все время мимо проносятся велосипедисты. Наверное, как раз от ворот депо и начинается та самая первая имонтасление. Сейчас я проверю это. И, возможно, человек, который просил меня поснимать, может быть, даже когда-то работал здесь. Сейчас оно функционирует, но в каком-то очень ущемленном варианте. Я не знаю, ремонтирует там поезда электрички или нет. У меня есть какие-то старые фотографии, как всегда. И немножко я вам сделаю слайд-шоу на тему этого места. И, возможно, я вам сделаю слайд-шоу на тему этого места. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что вот по ним мне нужно прогуляться. И вот он вход в депо. И разворачиваемся. И идем по этой небольшой улочке, собственно говоря. Я уже вижу, где она кончается. И я не знаю, что показывать, правда, какую сторону правую, левую, что человеку интереснее, где он жил, какие дома ему более знакомы. Про это мне ничего, к сожалению, не написали. Я думаю, что здесь почти ничего не изменилось на этих улочках. Потому что дома здесь старенькие. Это район таких старых частных домиков. У кого были деньги, те их потом улучшили, надстроили. Но в основном вот все как было, так и есть. Поэтому много здесь действительно не изменилось. Надеюсь, не очень темно. Что-то вы видите. Потому что сегодня периодически набегают облака на небо. И фотоаппарат сразу начинает показывать. Здесь все довольно темно. Я постараюсь потом высветлить ремонтажи. Ну, вот такие, видите, старые домики. Которые, вполне возможно, могли здесь быть построены лет сто назад. А вот и более новый дом. Там даже наверху, на крыше, солнечные батареи. Что в нашем климате, конечно, не слишком практично. То, что солнце у нас бывает не так часто. Прямо скажем. Я вам буду показывать то правую сторону, то левую сторону. Надолго останавливаться около домов. И снимать их напрямую, наверное, не стоит. Решать, что я тут какой-нибудь непонятно кто. Меня так один знакомый снимал какой-то дом своего детства. И оттуда выбежала жительница. И начала его пугать тем, что вызовет полицию. И зачем он это делает. Так что это тоже занятие небезопасное. Очень хороший здесь район. Зеленый, старый. Вот так все заросшие, заборчики. А за ними какая-то своя жизнь. Дома так встраивались в место, которое есть. Поэтому они иногда узенькие, иногда слишком высокие. Но иногда хорошие, вот такие большие. Если место позволяло. Здесь чем ближе мы идем к Курзу из проспекта, тем дома становятся побогаче. То есть они почти уже все тут расстроены, надстроены. Или просто совершенно заново перестроены. Ну-ка, рассказывайте, хотели бы вы жить в своем частном доме? Конечно, я понимаю, что здесь всегда намного больше работы, проблем, наверное, денег для содержания. Но ведь это же так здорово. Я бы хотела, но мне кажется, ничего у меня не получится. Цены в Риге сумасшедшие. А куда-то ехать далеко за пределы совсем не хочется. Ну вот уже последние дома. Вот здесь новый дом построен. Справа. Слева. Заросшие огороды и сады. И еще один последний домик с правой стороны. И мы уже выходим на Курзу из проспекта. И я пойду в магазин, в торговый центр Дамы, где есть книжный магазин. Мне хочется что-то почитать. Я видела там новую книгу Луизы Пенни про инспектора Гармаша. Может быть, куплю. А может быть, просто похожу немножко, пображу. Ну вот, надеюсь, заказ выполнила. Здесь улица Юрмала с Гатвы начинается. Такая артерия нашего района. Дорога, которая ведет в центр. На Юрмалу. Здесь нужно искать переход, чтобы перейти в магазин ЗЗК. По-моему, что-то связанное с велосипедами. С велосипедной торговлей. И раньше здесь можно было взять на прокат. Не знаю, как сейчас. Здесь начинается вторая линия. Они так и идут подряд. Это очень удобно в плане нумерации. Знать, где что находится. Здесь маленький магазинчик Илгутсомского завода. Который производит пиво, квас. Такой фирменный магазин. Вот так вот выглядит начало Курзамас проспекта. С чего, собственно, начинается Иммонта. Здесь у нас Иммонта 1. Потом будет Иммонта 2. И так до цифры 5. Я иду в торговый центр Даммы. Купить для мушенца какую-нибудь вкусняшку. Тут самые большие вонючки. И самые большие вкусняшки для мушенца. Конкретно это бычий пенис. Она его любит. Решила показать вам цены на кашпо в Риме. 3.49, 4.99, 2.99. А в фикс прайсе самая дешевая. 1.49 евро. Ну и вот примерно такого размера будет. Не 3.49, а 1.99 евро. Такой милый набор джемов. Он очень дорогой. У меня еще что-нибудь интересное, непривычное. Например, инжир какой-то такой вот. Очень необычный. Варенье из лепестков роз. Такие чудные веселые кружечки. С рисунками природными. Тоже местное производство. Решила все-таки вот этот почитать. Из-за пени тоже хотелось. Но книги у нас дорогие. И у нее не все романы удачные. Некоторые удачные, некоторые нет.